А у Наташи совершенно чудесное украшение, я считаю. Наталья вспоминает, после родов обнаружила у себя едва заметную растяжку. Я чувствовала себя не очень удобно. И я ведь сначала говорила, что он говорит, что сделает татуировку. Для правоохранительных органов татуировка – это прежде всего особая примета. В Орле по характерной наколке удалось установить личность серийного насильника. Лицо, совершившее это преступление, у него имеется в области паха, татуировка в виде гномика. Преступника нашли быстро. Пострадавшие женщины его легко опознали. Максима все друзья знают по кличке Чирик. Чирик. Меня так зовут – Чирик. За те 30 лет, что Максим делает себе татуировки, у него на теле свободного места не осталось. Они все расползлись там дальше, 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 дальше. Дальше, 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 дальше. Максим говорит, его авторский стиль называется «ПТУшная парта». Мол, раньше в ПТУ студенты на партах рисовали, что попало. Вот и он свою фантазию не ограничивает. Станислав только начинает работу над татуировкой на лице, как говорят профессионалы, набивает контур. Все-таки Андрей очень крут. Девушка Стаса говорит, что полностью поддерживает его и знает, что скажет их общему ребенку. Я начала с того, что наш папа особенный. А это, по-моему, приятно знать любому ребенку. Кроме татуировок, у Станислава есть еще следы так называемой биомодификации. Под кожей у него стальное кольцо. Говорит, это не только оригинально, но и помогает решать проблемы с военкоматом. В армии не служил как раз по причине того, что уже были татуировки на открытых щетях, тела, на шеи, на пальцах. Вообще, в принципе, по уставу считается то, что это положено. Певица Глюкоза сделала татуировку не себе, а своему любимцу Доберману. Вот не дай бог потеряется, а там будет написано, и сразу будет понятно, чья собака. Ну и потом так прикольно. Я еще сделала, не просто написала, а то я еще сделала такой смайлик и там сделала улыбочку. А этому коту, редкой породы сфинкс, хозяева подарили татуировку на день рождения. Процедура происходила нормально, приехал ветеринар, поставили на слезе, котик спал, проснулся, уже звезда. Михаил Потапов – профессиональный тату-художник. Говорит, с таким именем и фамилией он был обречен наколоть себе медведя. На всех тату-фестивалях его картина неизменно занимает первое место. А летом на пляже с ним фотографируются как с достопримечательностью. Я слышал, что сзади какие-то разговоры, кто-то что-то щелкает, спрашиваю жены, что сзади фотографируют. Да, говорит, там человек 15 фотографирует. Оборачиваюсь, они так раз, как будто ни при чем. Илья свою татуировку сделал, чтобы скрыть шрам. Призыв – не разрушай мой мозг! – мужчина адресовал любимой жене. Говорит, как скандал. Достаточно задрать майку, и все становится понятно. Я вроде и офисный план, я еще и мотоциклист. И летом у меня начинается пора, когда я изменяю жене с мотоциклом. Лилиана Романова 12 лет отработала в милиции. Эх, форма моя форма. Все бы ничего, но у Лилианы 15 детей. 7 своих и 8 приемных. Какой пример подает многодетная мать? А также, что означают татуировки на теле дважды судимого актера Олега Протасова? Как заключенные доказывают свое право на рисунок на теле? И как за него убивают? Сосед попросил ее посидеть с ребенком. Мне надо уехать. Сосед попросил ее посидеть с ребенком.